А вот на Урале не только сохраняют трезвую ум и память, но и водительские навыки. Самый старший водитель региона, 91-летнему мужчине, продлили права до 100 лет. Два года назад пенсионер Аркадий Чудиновских перенес инсульт и операцию. Но чтобы врачи не запретили садиться за руль, он начал делать зарядку, ходить пешком, и ему удалось восстановиться. Открываешь и вставляешь. Я еще после инсульта и операцию перенес. После этого прошел всю медкомиссию, пришел права получать все. И выдали права, сказали, не забудьте, Аркадий Алексеевич, обменить в 25-м году. Приехал сюда, в совхоз, и купил в 75-м году машину, 11-й модель Жигули. Я на ней отъездил 27 лет. Не делал никакого ремонта. Все машины хорошие. Плохие же водители. Вообще-то я стараюсь шин-шол слушать. Он никому не доверяет ремонту своих машин. Полностью сам все ремонтирует. Он смотрит ее каждый день. Он что-нибудь давнее колупает. А вот скажите, вы шины сами меняете, когда зима? Только сам. Только сам. Вот что они не делают. Конуса, которые вот под болт идут, да, их надо обязательно промыть. Когда ставить, надо их смазать. Как вы в чистоте в такой двигатель садитесь? Как, очень просто, я с ним лазю везде. Ну, наконец-то. Их светлость идет. Он даже умрет, так на кладбище поедет на машине. Это еще не старый, самый старый водитель в мире. Пока рекорд у американца Фреда Хейла. Он, к сожалению, из жизни уже ушел. Но за рулем сидел до последнего, даже когда 108 лет ему было. Другой рекордсмен Боб Эдвардс из Новой Зеландии. Ему 105. И за свой 88-летний стаж вождения он лишь единожды был оштрафован за превышение скорости. И только однажды попал в аварию. Кстати, погонять любят и дамы возрасте. Увидев бабу Валю за рулем потрепанного москвича, прохожие еще долго оглядываются. Оказывается, современной женщиной можно быть и в 71 год. И еще одна известная российская автоледи. Это Ирина Антонова, экс-директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. В свои 94 она до сих пор водит.